Всем большой привет! Меня зовут Наташа Кром. Добро пожаловать на канал. И сегодня у нас видео будет немножечко именно такое, которое я хотела снимать ранее. То есть какое-нибудь развлечение, веселье и так далее. Я посмотрела в инстаграме один такой как бы челлендж. Не то чтобы даже челлендж, просто как сделать бигуди в домашних условиях. И давайте сейчас с вами это попробуем сделать. У меня есть вот такая фольга алюминиевая. Я попробую сейчас эту фольгу закрутить в виде бигуди. И, кстати, бигуди у меня реально нет дома. Поэтому, в принципе, этот будет способ, может быть, кому-то даже будет и полезен. Но на самом деле я покупала ее также для съемок. Не для пищевых продуктов, хотя это, в принципе, пищевая вещь. Я покупала их для других съемок, о которых, я надеюсь, когда-нибудь у меня удастся заснять или что-нибудь сделать. Там что-нибудь типа такого. Вот. И давайте приступим. Но для этого нужно сначала смочить волосы. Они у меня хотя бы после душа. Но все равно мне это не особо нравится, потому что они уже практически высохли. Давайте сейчас я пойду намочу волосы, а потом из этой штуки буду делать бигуди. В принципе, это такой некий лайфхак, как можно в домашних условиях сделать бигуди. Я не знаю, получится из-за этого что-нибудь или нет. Тем более, у меня не так много времени. Это не так-то просто снять. Ужас! Вот так будешь готовить что-нибудь? Так, мы отрываем, потому что она не нужна. И попробуем делать, чтобы она тоже не получилась. Так, и теперь отрываем вот такую золотистую штуку. Заворачиваем ее вот так. Ну, мы поняли, короче, как это будет все делаться, как все это будет происходить. Так, посмотрим в это. Нет, надо в другой стол вносить. Вот так вот. Да, блин. Может, их надо тоньше делать? Ну, в смысле... Вот эти вот самые штучки. Эть! Почему так все висит? Откручиваются обратно, прикиньте. О-о-о-о! О-о-о! Это уже лучше! И осталось совсем чуть-чуть. Эть, криво отрезала опять. А! Ай-яй-яй-яй-яй! Не могу никогда, знаете, как... Вот кому-нибудь могу что-то на голове делать, а себе что-то, вот это, там, проблема. Вот выпадает, видишь, на какие-то куски, прям раздражает, вот эта фигня. Очень-очень сильно. Ну, берем теперь фен и приступаем к самому важной части вообще этих видосиков. Просто берем и сейчас будем делать. Что-то горячо! Ну, я думаю, что хватит. На самом деле, если вы вдруг будете это самое делать, то имейте в виду, что все-таки фольга, она нагревается, и она может вам сделать ожог. Ну, в принципе, смотри, какая фольга еще. На самом деле, их несколько... Есть много разных типов, но просто предупреждение такое, чтобы вы имели в виду, что там, чтобы это у меня было. Ой, но Наташа посоветовала, а теперь у меня ожог на полбашки, короче. Нет, давайте мы так делать не будем. Хочу вас просто предостеречь. И да, я надеюсь, что ты, если будешь делать такое, ты хотя бы оставишь фольгу для своей мамки на кухне, потому что все не переводи. Ну, а сейчас давайте попробуем, посмотрим, какой получился результат. Ну, ребята, честно говоря... Мне кажется, знаете, нужно было делать на очень мокрые волосы, и я, наверное, в следующий раз попробую на более мокрые волосы сделать, и подождать, конечно, не так, как я вот тут с феном развлекаюсь, я буду себя подождать, наверное, хотя... В общем, получилась вот такая вот штука. Пытаюсь развинтить мифы многих блогеров, которые в Инстаграме засняли на этот счет видос, и вот такие вот штуки, которые получились, поверьте, у вас их не будет, если вы правильно все расчешете и все сделаете, у вас будет только чуть-чуть более-менее волнистые волосы, но не такие, как в этом многие снимали, и вот такой вот прически не будет, поверьте, мне кажется, что это просто какая-то постанова, потому что даже если у вас короткие волосы, у вас все равно так не будет. Я уверена, что те люди, которые делали вот такие своеобразные прически, они не делали вот такой вот ширины, и у них было все гораздо меньше. Я, конечно, попробую сделать это на ночь, поставлю, положу, уложу и покажу уже вам, конечно. Вот, большое спасибо, что были со мной, я очень надеюсь, что видео вам понравилось, и подобные эксперименты и подобные всякие штуки я хочу пробовать на себе и, возможно, даже в чем-то развинчивать мифы, чтобы другие люди не попадались на эту удочку. Короче, вот, я вас всех очень люблю, сюда ваша Гром Наташа, и скоро увидимся, пока! Пока-пока-пока!